Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы обсудим тему уроки антисиентизма, 16 причин сомневаться в науке. Сначала обратим внимание на то, что наука это в принципе современная религия, которая имеет тесную связь с государством и обществом. Также напрямую влияет на образование на всех его уровнях. Это довольно странно, с учетом того, что наука говорит, что она не имеет никакого отношения к догматизму, к государству. Что она самостоятельная сфера, там свободомыслящие люди, занимаются своими исследованиями. На самом деле все это неправда. На самом деле она зависит от политики и от государства, и все проплачено как бы учебы. Собственно, имеется вера определенная. И эта вера распространяется, то есть ученые заинтересованы в том, чтобы распространять свое мировоззрение. И оно на данный момент является самым распространенным мировоззрением в мире. Никакого крестьянства, там, с миллиардом человек не может перегнать науку. Все верно. Причем наука в некоторых областях позиционирует себя как неоспоримое знание, основанное на фактах. Но это тоже крайне сомнительно. Вы почитайте философию. Сейчас вы читайте иногда хотя бы философию. Читайте феноменологию, пожалуйста. Вы там узнаете, что научный факт это на самом деле интерпретация есть. Туда более чистые факты. То есть чистейшие явления, чистейшие наблюдения, такие какие они есть. Такие, какие они нами воспринимаются без интерпретации. Вот феноменология у нас присутствует. В науке нет таких вот фактов. В науке другие факторы. В науке чисто интерпретации, например. Но все это мы обсудим дальше, дальше, дальше. Антисиентизм, антисиентизм как понятие, крайне широкое. То есть под антисиентистами мы можем понимать, как людей, просто сомневающихся в науке. Вот я, например, абсолютный эскертик. Да, я сомневаюсь. Так и людей, которые отрицают науку, яростно отрицают. И так и людей, которые отрицают некоторые аспекты науки. Также мы можем понимать под антисиентистами еще каких-нибудь религиозных фанатиков, которые вот против науки, просто потому что она не сходится с их религиозными представлениями. В общем-то, все здесь очень сложно с антисиентизмом. Антисиентизм это все, что не сиентизм в итоге получается. Это тоже нужно учитывать. Я исхожу из позиции, в общем-то, скептического антисиентизма. Я сомневаюсь в науке. Я не верю. Просто не верю. Я не говорю, что это неправда. Я не говорю, что наука не работает. Я не говорю, что наука точно наверняка не права. Я сомневаюсь в этом. Здесь мы прояснили. Я считаю, что это сомнение, кстати, оно полезно. Сомнение в научном познании и его полное отрицание обосновывается многочисленными аргументами. Да, это тоже нужно иметь в виду. То, что практически любой, любой хороший мыслитель, любой мыслитель, который действительно настоящий мыслитель, он был антисиентистом. Нет ни одного большого мыслителя, который был бы сиентистом при этом. Именно большого такого качественного создателя своей собственной системы. В некотором роде Гегель был антисиентистом, хоть и претендовал на название, хоть его логика претендовала на название науки. Кант, не знаю, с Кантом трудно, но в общем-то тоже, да, он ограничил и философию, и даже науку. Отчасти ограничил это, но мы тоже понимаем. Кто у нас еще? Хайдеггер. Хайдеггер определенный антисиентист. Уссрель тоже антисиентист. У нас практически все большие философы, все большие философы антисиентисты. Это нормально. Есть еще много антисиентистов, именно не религиозных, а философских, которые действительно внесли вклад в критику антисиентизма в целом. У нас имеется огромное количество аргументов. Я их объединил в 16 групп. Это не просто 16 причин санимевации в науке, это 16 групп аргументов, в каждой из которых, в каждую группу входит их энное количество. Первая группа причин – это антологическая группа. Мы все в некотором роде существуем, проблема заключается в том, что мы не знаем, как мы существуем и насколько реально наше существование. Вся наука в целом, философия наукой не является в скобочках, обходит этот вопрос стороной, хотя он фундаментально важен для познания истины. Всякий аргумент против науки, связанный с темой существования, следует относить к группе антологическим. То есть, вот так вот получается, а вдруг мы, те самые существа, в общем-то, такие существа, которые не могут познать истину. Вдруг это антологически заложено в каждом из нас. Что в таком-то случае? Непонятно. Непонятно. Также заметим, что наука основана на противоречии объекта и субъекта. Это картезианская модель. Она не обязательно может иметь место в действительности. Это просто, возможно, одна из моделей. Наука на ней основывается. У нас есть субъект, у нас есть объект. У объекта есть предмет, и его исследует наука. Но если этого всего нет, если, так скажем, есть просто один субъект, у которого все это исследуется в голове, то наука, опять же, проникывает здесь. На антологическом уровне уже. И вот эти вот философские допущения, которых можно придумать огромное количество, не заставляют сомневаться в науке. А вдруг? А вдруг? Вдруг у нас просто нет возможности познавать научно. Продолжаем. Метафизическая группа причин. Метафизика – это философская дисциплина, изучающая первооснову мира, реальности и бытия. Вот такое вот определение метафизики я дам. Допустим, наш мир просто непознаваемый для нас. Допустим, он намного сложнее, чем мы видим. Допустим, у нас есть вот этот материальный уровень, который изучает наука. А может быть, есть другие сферы, надсферы, еще огромное количество сфер, о которых фантазировали даже многие философы и так далее. Если все это есть, допустим, я не утверждаю, что это есть, но если вдруг это есть, то наука, опять же, не достигает истины. Она изучает самое банальное, самое поверхностное в таком случае. И что же тогда получается? Тем более, да, наука как раз исходит тоже из метафизической посылки, что нет ничего метафизического за пределом мира вот этого естественного мира. Это естественная становка называется. Это тоже метафизика своеобразная, между прочим. Ну, допустим, у нас есть такой пример. Допустим, мир это иллюзия. Вообще, все иллюзия, все есть майя. Индуисты так считают. Все, наука не работает. Допустим, есть учение Беркель, согласно которому мира не существует, а Бог при этом не спосылает человеческим душам всевозможные видения. Есть много душ, есть видения. Почему нет? Нормально. Есть развитые христианские трактовки. Согласно таким трактовкам, все законы природы могут объясняться посредством деятельности божества. Опять же, наука получается не права. Если метафизически установить... Допустим, есть Бог. Бога нельзя доказать. Все, наука не может доказать Бога. У нее запрет на это. Но он при этом есть, и все работает с помощью его сил. Все метафизически наука не может познать истину, потому что она даже не думает в этом уровне. Вопрос-то не к тому. Истина, она есть как бы. Может быть, конечно, ее нет, но скорее всего она какая-то есть. И она одна. И наука ее изначально не знает. Никто ее изначально не знает. Ни один философ ее изначально не знает. И неважно, какая-то там истина есть, если вот наука не попала в нее рандомно, вот так у нее был рандом, огромный, так скажем, какой метод выбрать для познания? Какое основание выбрать? И вот на рандоме или вот такое основание? Шанс, что попали в истину, крайне мало. Бесконечное множество возможных методических установок. Да, можно перевести еще в большое количество, их можно еще придумать огромное количество. Но под каждую методическую установку нужен свой философ, как бы основатель. Я вам не смогу сейчас все это прям взять и придумать. Продолжаем. Методологическая группа причин. У нас есть возможность раскритиковать математику. Математика это область максимальной абстракции, где существуют абсолютно одинаковые единицы, над которыми можно проводить совершенно точные вычисления. Дело в том, что вся эта подлинная математика происходит не в реальности, а в голове ученого. То есть какое право мы имеем соотносить наши фантазмы математические с реальностью? Это релевантный подход вообще. Ну, на ученые отвечают, что релевантный. Ну, допустим, но это не дает нам уверенности. Все эти треугольники, пирамиды, окружности, которые в геометрии не настоящие, присутствуют только в нашей голове в виде моделей. И все научные модели, которые строятся на геометрии и других математических, в общем-то, почислениях, релевантны ли они истины вообще? Сомнение. Это вызывает большое сомнение. Действительно, это просто колоссальное сомнение. А что значит наука без математики? Если наука и не права, наука все основана на математике. Ну, по крайней мере, физика, весь спектр фундаментальных наук так или иначе привязан к математике. Воля. Ну, то есть, да, математика может использоваться на практике, конечно. Но какое дело истинно на практике? Да, действительно. Также критика эмпирического опыта. Наука опирается на факты, которые получены в эмпирическом опыте. Но, у нас есть, во-первых, метафизические установки, которые могут противоречить опыту. Также у нас может быть... Ну, вообще, ученые, надо заметить, не глубоко фиксируют свои факты. Они просто делают это вот программно. У них есть программа фиксации, так скажем. У них есть определенный алгоритм. А как глубже можно? Можно глубже. Можно использовать феноменологию для фиксации опыта. Просто фиксировать чистые явления. Кто так из ученого делает? Ну, вот это более глубокий способ фиксации фактов. То есть, очевидности определенные. Это более глубоко, но из этого можно достать куда меньше информации. Прочитайте. Прочитайте. Читайте феноменологов, друзья. Читайте феноменологов, и вы поймете, что эмпирическая установка вообще, она не такая уж и сильная штука. Эта штука довольно-таки... Довольно-таки воздушная. Воздушный замок эмпиризма. Да, она нереалистична. Это построение различных интерпретаций того, что мы наблюдаем. Ну и вот и получается, проблема у нас тоже... Сомнение у нас вызывает вот это вот сомнение, что вот эта вот поверхностная трактовка оказывается истиной. У меня, по крайней мере, это вызывает большие сомнения. Два мыслителя, двинувших на одно и то же явление, попытаются объяснить их по-разному. Ну, то есть, получат два разных факта. Вообще, однажды один из средневековых философов сказал, факты не мы. Потому что они не говорят с нами, мы не можем... Мы просто видим факты. Мы не можем их никак объяснить. А наука вся есть перенесение фактов на язык. То есть, наука все объясняет. А факты-то не мы, скорее всего. Но они с нами не говорят. С нами не говорит солнце. С нами не говорят какие-то явления. Падающий камень нам не говорит. Смотрите, на меня действует сила притяжения. Это все интерпретация. Продолжаем. Логическая группа причин. Да. Вообще, наука пользуется логикой. Ну, по крайней мере, претендует на это. Вопрос. Является ли логика истины? Это сразу общий такой вопрос. Это надо доказывать. Можно ли с помощью логики... Имеет ли логика какое-то отношение к истине, так скажем? Да. Внутри себя логика права. Внутри себя логика истина. Потому что так сказал создатель логики Аристотель. И потому что, ну, в языке она смотрится крайне правдоподобно. Вытаскиваем ее из языка в реальность. Работает она? Непонятно. Есть у нас универсалии? Неизвестно, в голове ли универсалии. Имеем ли мы право составлять в голове универсалии? Не знаю. Я, например, придерживаюсь в данном случае концепции номинализма. А с точки зрения номинализма, вся формальная логика... Фу-фу. Что такое номинализм? Это то, что ее существуют единичные штуки. Никаких классов, никаких видов. Без классов и видов вы не можете переходить между посылками в логике. Дедуктивной. А дедуктивная логика дает истинное положение. Именно только дедуктивная логика дает истинное положение. Мы из общего выводим частное. Когда мы из частного выводим общее, это индуктивная логика. И всем сейчас известно, вообще всем сейчас известно, что еще Дэвид Юм это доказал, что... И Поппер потом это показал, что... индуктивная логика имеет слабость. Она всегда не окончательная. Допустим, у нас есть белый. Мы видели огромное количество белых лебедей. Мы думаем, что все лебеди белые. И мы утверждаем, что все лебеди белые. Это типичное индуктивное суждение. Мы из своего опыта, из опыта других людей узнали, что все лебеди белые. А вдруг мы переезжаем куда-нибудь в Австралию и там находим черного лебедя. Мы были не правы. Все это время мы ошибались. Эта индуктивная логика так работает. Ну, конечно, чем больше опыта мы набираем, чем больше мы там путешествуем, тем меньше в этой логике ошибок. Но опять же, все тот же вопрос, работает ли логика. Есть ли виды, есть ли роды. Есть ли лебедь сам по себе. Если мы работаем с универсальями, то вопрос про лебедя имеет смысл. Есть группа, есть вид лебедей. И из этого вида одни белые, другие, допустим, черные. Может, розовые. Вообще не важно, какой пример. А если все номинально, нет, 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 нет. Тогда вообще не важно, что это за лебеди, и можем ли мы из них вообще выводы делать. Из этих лебедей. Антропологическая группа причин. Ну, или физиологическая. Возможно, у нас просто физиологически нет возможности познать истину. Мы вынуждены рассчитывать на какие-то приборы, но у нас нет обратной связи. Мы делаем прибор, микроскоп, мы смотрим на микрочастицы какие-нибудь. А микрочастицы нам в ответ ничего не говорят. Мы же видим то, что видим, и объясняем это как можем. У нас есть физиологические ограничения. Мы не можем уменьшиться до размера микрочастицы и подтвердить, да, микроскоп нам правду сказал. У нас есть, конечно, возможность слетать в космос и в телескоп подтвердить данные телескопа. Но это тоже так пока себе невозможно. Ну, довольно-таки трудно, по крайней мере, в наши дни улететь в другую звездную систему и подтвердить, а да, это звезда, это не рисунок на небесном куполе, например. На небесном куполе, окружающем нашу звездную систему, допустим. Нет. Вот проблема. Физиологические проблемы у нас определенно есть. Вопрос, насколько они глубоки и как их, возможно ли их вообще преодолеть. Поэтому сомнения в науке остается, еще оно становится довольно-таки мощным. Психологическая группа причин. Кроме того, помимо всего прочего, ученые, представляете, ученые люди, они люди, они обычные смертные люди, да, и они существуют в коллективе вообще, да, и им, как и всем людям, свойственны определенные психологические обманы, ошибки, заблуждения, да, стремление к определенной риторике, стремление к обману даже людей, с которыми они спорят, это все обычно. Вообще целый коллектив ученых может заблуждаться в течение огромного количества лет, и это нормально. Причем по психологическим причинам. У них могут быть на руках все факты, но психологично, психологически, из-за того, что вся толпа ученых считает как-то вот так вот, один какой-нибудь ученый вряд ли выскажется против. Психологично, это все психологически, психологическая работа. Дальше, этическая группа причин. Вот эта группа причин уже, ну, допустим, допустим, все, что я говорил выше, это полная чушь. Абсолютная ерунда и не имеет никакого отношения к науке. Но все ли ученые честные? Все ли ученые пришли в науку, чтобы найти истину? Почему Эйнштейн, например, замечает, что многие ученые пришли туда из-за гордыни? Почему ученый не может обманывать? Почему ученый не может подделать данные, тем более, если вычислить это довольно-таки трудно? А правдоподобно подделать данные очень легко. Сколько ученых подделывают данные для своих статей? Многие, я полагаю, подделывают, да, и не всех проверяют. Не могут всех проверить. Никто не хочет проверять, собственно, чужие исследования. Все хотят проводить свои. Вот и получается, что этическая группа причин крайне актуальна. Мы не можем рассчитывать на ученых, мы не можем верить, вот, да, все ученые святые, даже большинство ученых святые, мы не можем верить. Может быть, большинство из них, наоборот, обманывают или заблуждаются, или они достаточно умны, и достаточно умны, чтобы, вот, да, заметить. Ну, неважно. Мы тут должны вот это тоже понимать. Очень много причин. Эта группа причин очень-очень тоже большая. Социальная группа причин. Наука — это коллектив, да. Научные открытия делаются в одиночку. Не делаются в одиночку, точнее, да, написано «не делаются». Это правда, я уж сейчас думаю, что в одиночку. Кто делает в одиночку открытие? А научные результаты исследователей не принадлежат ему одному. Ну, собственно, да. Есть наука, есть правила, есть алгоритмы, и есть коллектив, перед которым человек отвечает. С одной стороны, можно сказать, это ж плюс. Это ж определенно плюс, да. Ученого проверяют другие ученые. Может быть, он ошибся, и тогда кто-то из ученых скажет, а вот ты здесь ошибся, и все такие, да, ты здесь ошибся, ты не прав. Он такой, да, я не прав, спасибо вам. Идеальная ситуация, да, для науки. На самом деле, все не так. Ну, не все так идеально. В коллективе могут запороть любую хорошую работу. Допустим, работа действительно важна и нужна. Но какой-то ученый плохо относится к студенту, аспиранту, не знаю, к кандидату наук, который хочет стать докторантом, или к доктору по философии, ПАИЖДИ. Плохо просто берет, к нему относится. И он авторитетный ученый. Он выскажет свои соображения. А раскритиковать практически любую научную работу можно всегда. Тут по словам что-то неверно, тут аргумент мне там поставил, тут что-то еще не то. Всегда, всегда. Не сослался на хорошего специалиста, важного в данной сфере. Все учесть практически невозможно. И докопаться, докопаться, тот, кто захочет докопаться, к любой научной работе, всегда сможет. По научным даже критериям, даже по научным критериям. А можно еще не по научным. А можно просто взять коллективом кого-то с людьми. Это обычное дело для науки. По крайней мере в России точно вот такие коллективные в общем-то кары производятся очень часто. Я думаю, даже все студенты могли увидеть, как преподаватели их в общем-то линчуют. Да, вы могли увидеть, когда студент защищает сильную работу, если хоть одному преподавателю он не нравится, вот как человек, все, его могут завалить всем коллективом. Просто то, что ученые вместе, вместе они друзья, они работают. И коллектив влияет на их работу, на их мышление. В чем влияет? Не в пользу истины, а в пользу коллектива. Вот так, да? Это тоже часть психологического аргумента, но это социальное. Подчеркивает, что ученые социальные животные, как и, собственно, остальные люди. Да? Да, это проблема. Политическая группа причин. Наука напрямую зависит от политики. Да? Наука. Страны, политика финансируют науку. Даже там, где наука, в общем-то, сама оплачивает себя в отчастие, ученые финансируют. Ой, государь, так скажем, даже на правительство финансируют науку. Финансируют исследования, выдают гранты и так далее, и так далее, и так далее. То есть, наука не является абсолютно независимой, она финансово-зависимой. Это просто, ну, это огромный недостаток, на самом деле. Потому что ученый, он не то, что еще в коллективе. Он, во-первых, в коллективе. А во-вторых, если он из этого коллектива каким-то образом выйдет, то все, вот на него действует политическая группа причин, и сразу финансы ему перекрываются, и он идет к черту. И все, на этом жизнь его как бы заканчивается и научная, и нормальная. Он идет мыть туалеты. Замечательно. В науке есть ряд эстетических требований. следующая группа причин эстетическая. Например, одно из основных эстетических требований в науке стремится к простоте теории. Бритва Хава, да. Почему? Почему мы отбираем более простую теорию? Да, просто так. Так прочее. А какую-то одну надо выбрать? Давайте выбирать по принципу простоты. Окей. Не всегда это делает, правда, но вот есть такой эстетический критерий. Да, еще очень часто ученые придираются к стилю работы. Там может быть написано тысяча раз истина, тысяча раз абсолютная правда, даже если в науке это возможно это сделать. Может быть, очень правдоподобная теория, которая может конкурировать с топовыми теориями сейчас не ученым. Ученые будут докапываться до стиля, будут докапываться до формы, будут докапываться до сносок, будут докапываться вообще до всего, что связано с этой эстетической группой причин, и это усложнит в общем-то всю ситуацию. Религиозная группа причин. Да, наука это религия в целом. Если вот все, что выше было сказано имеет смысл, ну, получается, ученые верят в науку. Значит, наука религия. И есть огромное количество людей, которые в ней не сомневаются. Также науке свойственны фанатизм, догматизм, радикализм, неспособность признать свою неправоту и сомнительность перед другими учениями, стремление захватить весь мир, стремление истребить все соперничающие с наукой религии, что проявляется в научном атеизме и вообще в инквизиции, которые проводит наука против лжеученых и прочих людей, многие из которых не являются в прямом смысле Также наука ведет активную миссионерскую деятельность, которую она, опять же, копировала у христиан. Наука накладывает на несогласных цензуру племитых шарлатанами и так далее, так далее, так далее. Мощь науки огромная. И вот эта вот мощь, мощь и религиозная власть над людьми закрывает ученым глаза. И ученые не хотят никаких альтернативных, они не хотят никаких альтернативных учений, они не хотят позволять философам, собственно, тоже рассматривать факты, рассматривать вот их достижения, проводить свои какие-то эксперименты с помощью их технологий. То есть у ученых есть игрушки, так скажем. И эти игрушки куплены правительством во многом. Ну, так или иначе, те или иные университеты на протяжении всей истории человечества когда-то либо точно обрели часть своих богатств с помощью государства. Может быть, потом они перешли на самообразование и на самофинансирование. Но в итоге-то все равно старт бизнеса был заложен государством практически во многих случаях. Ну и получается, вот эти вот люди, они не хотят делиться игрушками. Не хотят, не хотят. Они не будут показывать всем подряд не специалистам, что вот там они изучают. Они не хотят альтернатив, и это религиозно, это плохо. Это действительно, это просто плохо. Аксиологическая группа причин. Наука не просто религия, но и ценность для человечества, которая стала так важна для людей, что они потеряли способность критического отношения к ней. Правда? Правда. Люди критически к науке не относятся. Сами ученые, по большему счету, критически к науке не относятся. Ни один пропагандист к науке критично к науке не относится. Панчины, Докинзы, Хокинги, они просто обожают науку, не видят никаких единю альтернатив, ненавидят философию, ненавидят религии все. Ну, в общем-то, вот так вот. В общем-то, поэтому мы и получаем, что аксиологическая группа причин, она действительно ослепляет большую часть ученых и адептов науки. Просто люди ослеплены наукой, не видят ее ни ошибок, ни каких-то заблуждений, ни каких-то сомнительных моментов, даже не видят. Все отлично в науке думают. Все так, как должно быть. И наука дальше будет совершенствоваться и становиться лучше и лучше и лучше. Все будет прекрасно, все будет хорошо. Но только мы не будем замечать, что вот у нас есть 16 групп аргументов и даже больше. Я думаю, их наберется огромное количество. Лингвистическая группа причин. Мы уже говорили про логику, но есть еще такая группа причин, которая вот упирается просто в язык. Процитирую преподавателя СПБГУ, собственно, творче, на который я описывал религии мира. Здесь он писал о Махаяне. Махаяне, ну, то есть вообще обучении Нагарджуны, одного из буддистов. Язык, в принципе, не может адекватно описывать реальность, типа языковые формы неадекватной реальности. Все реальное неописываемое, все описываемое нереально. Ну, я сократил. Поэтому никакая наука не может существовать, если она опирается на язык. А наша наука опирается на язык? Хм, а что делают ученые большую часть времени? Они же пишут тексты, по-моему. Им нужно печататься в статьях, им нужно статьи в АК писать. И не только в АКСКОПУС нужно писать, в АКСКОПУС нужно писать, им статьи постоянно, регулярно писать статьи. У них есть требования, иначе их уволят, если они не будут писать статьи. Им нужно писать, 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 писать. Монографии писать им нужно. Да, все научные знания содержатся в текстах. И тексты это итоговое, вот это итог научных знаний. Мы получаем научный текст, все, цель выполнена, вот вам истина. И мы понимаем все люди, кроме ученых, которые проводили эксперименты, которые, собственно, математически все рассчитывали, вот все люди, кроме вот этих вот самых, воспринимают науку текстом. А если текст, это фигня, это ложь. Все реально неописываемое, все описываемое нереально. Что тогда? Ну, тогда получается, что наука выгружается, собственно. Но я не утверждаю, что так есть. Возможно, есть какие-то выходы из ситуации. Но мы должны учитывать сложность лингвистического аргумента в том числе. и вообще спрашивать себя, есть ли связь, есть ли связь мира и языка? Насколько она глубока? В общем-то, доходит ли она до самой реальности? Или, может быть, она обходит реальность? Это хорошие вопросы, это хорошие философские вопросы, на которые нужно ответить с точностью, наверняка нужно ответить на 100%, чтобы наука, да, сказала, все, я действительно занимаюсь чем-то важным, чем-то, в общем-то, истинным. Экономическая группа причин. Вернемся к околополитической теме, да, философ это призвание, а ученые работают. Ученые получают деньги за свою работу. И это деньги чаще всего довольно-таки большие, особенно на Западе. А также ученые являются, ну, собственно, имеют высокий ранг в обществе. То есть они молодцы, они богаты, они прекрасны. Они занимаются своими исследованиями, эти исследования спонсируют. Они делают не самую сложную работу в мире, не самую тупую работу в мире, не самую однообразную работу в мире чаще всего. Хотя есть исключения, ну, особенно в биологических науках, там поскучнее бывает. А экономика постоянно искажает науку, активно влияет на нее, что экономические причины управляют наукой в том числе. Ученые это не человек, который за бесплатно пытается найти истину. Нет. Ученые это работа. Работа. Если эта работа была изначально установлена как-то не так, если изначально на этой работе были какие-то проблемы, гносеологические, лингвистические, этические, эстетические, любого другого рода проблемы, которые перечислялись выше, и будут перечисляться ниже, то все. Ученый как бы не мог, не может никак на них повлиять. Он будет продолжать работать, потому что его работа, иначе его уволят. Он станет и без денег. Все. Это гагическая группа причин. Да, образование, среда, тотальная догматизация, люди и образование, сейчас все находится под наукой. Философии в образовании почти нет. Ее совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Философские факультеты для особо одаренных людей в общем-то существуют. Но их практически никто не уважает, они никак не влияют на то, устроится ли человек на работу или нет вообще. Да. И собственно в других областях философия практически не представлена. Ну там один курс. Один курс философии. Прочитали ее, ну ты узнал, был Платон, был Аристотель, был Ницше. Ницше пил мочу, не знаю, Шпенгауэр называл Гегеля трактирщиком. Ну и все, ты узнал, это пошел дальше. Сшибись. Класс. Супер. Альтернативы просто прут со всех сторон. И про религии обычно никто ничего не знает, кроме гуманитариев. Гуманитариум иногда преподают религиеведение. Хочу делать. Еще философская группа причин. Большинство ученых крайне слабы философии. Подавляющее большинство из них имеет поверхное представление не только об общей философии, но и о философии науки, что не может и удивлять. Незнание философии и неспособность к философским рассуждениям приводит к тому, что научное сообщество представляет собой не группу мыслителей, органически ищущих истину, а сборище офисных работников, механически выполняющих свои обязанности. Ну, вы видели недавнюю статью Панчина, но он, по-моему, отлично показал, что он совершенно не разбирается в философии. Что он не понимает, какие существуют альтернативы, какая критика науки существует и как на нее вообще отвечать надо. Он думает, что наука, все, абсолют, абсолют ли, мы не будем никак отвечать никакие аргументы, потому что все это фигня. Все это каша, все эти гегели, шмигели, все эти шопенгауры, шмаппенгауры, фейробенды, шмиеробенды, все это фуфло по сравнению с великой наукой. Вся критика пошла нахер, потому что я ученый. I'm science bitch. Poor scientist. Motherfucker. Вот так вот все. Класс. Зашибись. Отлично играем. Ну, в общем-то, вот. Вот мы получаем, что антисиентизм вполне так себе обоснован. Ну, по крайней мере, он может очень долго держаться на том, что наука является сомнительной. У нас есть 16 групп аргументов, которые дают нам возможность рассуждать о том, что наука не является истиной и, скорее всего, к истине не приближается. Есть основания полагать, что вот так вот и есть. Очень много аргументов против. Очень много возможностей выхода из, собственно, научной парадигмы. Может быть, может быть, наука права. Я этого не исключаю. Но сомневаться в ней, сомневаться в ней, разумному человеку, стой. Если вы мыслить хотите, если вы умеете мыслить, если вы желаете мыслить, вот мыслите о том, что наука, вдруг наука не права. Ищите аргументы против. Ну, конечно, не надо сильно критикантством заниматься. Ищите аргументы, да? Ищите хорошие моменты в науке. Они есть. Они, конечно, тоже есть. Как и в каждом философском учении. Восьмикратно с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Восьмикратно с вами прощаюсь. Восьмикратно с вами прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!